Субтитры делал DimaTorzok Амнезиак сыграет против Штана удачи И Амнезиак вчера показал Я не могу вот сказать, что Чернокнижника со всадниками на волке Я как бы хотел сказать, что Амнезиак вчера показал уверенную игру Ну вот учитывая его варлока Язык на самом деле не поворачивается Потому что у Нейрии был в какой-то мере Незаход, но Амнезиак отыграл хорошо То есть он по праву находится в Венрах А вот у Штана все было Куда круче Он довольно таки Просто разнес Страйф Кро Ну и любопытно будет Как эти ребята сыграют друг с другом Штан удачи не сыграет на войне А Амнезиак Не сможет использовать Мага Ну и давайте смотреть Амнезиак опять, судя по тому, как он Качается, играет сидя на своем мяче Опять тот мяч Да, у Амнезиака прист Главное, чтобы он не упал В прямом эфире, а там, знаешь, назад На этом мячее, потому что такого еще в эфире не было Да, я согласен Ну и что, Амнезиака Прист, Миракл Рога, Вар и Безумный Варлок Я думаю, мы можем так называть Безумный Варлок Мед Варлок Потому что эта колода на самом деле удивительная И затылок Лоб Амнезиака Да, ну и Вчера мы уже говорили, друзья Возможно, кто-то пропустил вчерашний эфир Если пропустили, то напрасно, друзья Так вот, Амнезиак тестил большое количество колод У него была целая папка скринов И когда он отправлял колоды на Старладер По словам самого Амнезиака Короче, немножко сорвалась рука Он отправил не ту колоду Изменить он ее уже не смог И в результате мы увидели Очень интересного и увлекательного чернокнижника Который до сих пор нас шокирует И сейчас он стартует с него же Да, и сейчас опять будет этот чернокнижник А вот штан удачи мы видим по Мурлоку Что вероятнее всего это такие Мурлок-паладин В китайском дивизионе мы видели Мурлок-палов Которые использовали Мурлоков-рыцарей Посмотрим на сборку штана Амнезиак сыграет на своем безумном варлоке Безумный варлок Мне кажется, что отныне эту колоду Только так и нужно у нас называть Да, друзья, это не Зу Это не Рено Это не Рено Это не... Нет, комбо там присутствует Это много другое То есть самая тяжелая карта здесь Круговерт пустоты Мы видели там еще Лероя Протовца закусок Два Вольфрайдера То есть это фейс варлок Обрати внимание на... В скобочках нет Опять же, интересный заход для штана У него в очередной раз есть Мурлок Есть Мурлок на пробав И как результат он может очень неплохо открыться Это уже вторая партия для него на Мурлока-паладине И вторая партия с таким хорошим заходом Вчера у нас была первая партия Где он очень быстро раскатал своего оппонента И возможно прямо сейчас он сыграет Мурлока Нет, ни Мурлок на пробав Ни Мурлок с рывком Просто обилка героя Ну и в ответ Что выйдет? Это будет Мортал Койл Тап Это будет Мортал Койл Педдлер Археолог Мортал Койл Да, то есть это будет Мортал Койл Педдлер Возможно просто хил Или же Бран на перспективу Но Брана ставить страшновато Там все-таки монетка Тру Сильвер Я думаю, что это будет что-то подешевле Давайте смотреть Либо служитель земли Либо археолог Одно из двух вариантов Ну вот интересно, что все-таки Амнезиак выбирает Форсира Предполагаю, что это чек Тру Сильвера сейчас Может быть Да, вполне вероятно Мне, кстати, очень нравится Как Амнезиак сам произносит свой ник Потому что Z в английском нет Он произносит как-то Амнезиак Очень забавно это звучит Да, кстати, мы с тобой комментировали Американский зимний чемпионат Поэтому у нас с тобой приклеилась манера Говорить на него не Амнезиак А Амнезиак Ну, только мы выговариваем В принципе, Z Немножко получается по-другому Но, тем не менее На его манер мы называем никнейм Вот, кстати Опять же, очень интересный вопрос Разные кастеры На разных языках Называют на разный манер И даже иногда есть кастеры Которые, ну, по сути, по национальности разные И они также называют игроков по-другому Например, те же поляки Гнимшу, Латар Называют многих игроков на один манер А великобританцы, например, на другой манер То есть вот это очень увлекательно Наверное, только нам Потому что мы, собственно, кастеры И за этими нюансами тоже следим Да, то есть меня особенно радует Как, к примеру, Фродан Или тот же Нокс Пытаются выговорить штан удачи Это такое развлечение На самом деле, щен удачи Что-то такое они говорили Надо будет и мастер-класс дать Как называть штана Штан удачи Прям по букве Они еще и заикаются То есть они не могут это выговорить Ну, потому что, ну, это ужасное для них Сочетание вот этих согласных подряд Они это не в состоянии выговорить Нет, по сути У них просто в многих языках Такого сочетания жесткого нет Поэтому им очень сложно подобное выговорить И все это вот компактно и гладко Но, тем не менее У некоторых получается Да, вот особенно вот эти вот шипящие Ну и что, если вернуться в игру То у нас штан удачи хорошо контролирует стол Он ставит Харрисона Джонса Судя по всему, он видел вчерашние игры Амнезиака И понимает, что в его колоде нету Ничего С оружием, нету джары Штан удачи у нас является Представителем команды Анокс У нас уже в нашей финальной части Участник команды Анокс это Нет, подожди Найман-то и Доктор Хиппи У нас участники теперь Virtus.pro А ранее они были участниками команды Анокс Вот это интересное такое решавл произошло, друзья Те, кто следят за СНГ сценой Хардстоуна Знают о том, что Вот как раз и Доктор Хиппи и Найман Были также в Аноксах Там, где и Штан удачи, и Сильвернейм А затем что-то произошло Там интересное Помимо всего прочего, также в Аноксе еще и Павел Не забывай его, потому что он также принимает участие на квалификациях на Старладер То есть и ребята Там интересные вещи писали у себя в социальных сетях Я думаю, что слухи мы не будем распространять Кому интересно, сами почитайте Ну, в итоге Сейчас Доктор Хиппи и Найман Финалисты Европейского зимнего чемпионата Играют за другое коллективо Именно за коллектив Virtus.pro Ну ничего, как по мне, удивительного в этом нет Я думаю, что многие поспорят, кто должен был войти в команду Virtus.pro Но тем не менее, ты верно отметил Два финалиста Европейского зимнего чемпионата Попали в команду Это выбор менеджмента Почему бы и нет Я даже больше могу рассказать про все происходящее Ребята получили предложение от Virtus.pro Достаточно давно они его приняли И даже слегка вспалились в своих социалках Что они уже в Virtus.pro Еще до официального анонса Видимо, им за это, скажем, их не похвалили Они быстро все исправили Дождались официального анонса И только тогда уже официально заявили Что они участники команды Virtus.pro Я там именно говорю о том Что ребята уже состояли в Team Anox То есть они оттуда именно ливнули Причем, насколько я знаю Данная команда сформировалась не так давно И у этих ребят по меркам СНГ Очень неплохая зарплата была Вот мне интересно Что же им Virtus.pro предложили? Да, на самом деле любопытно Но Virtus.pro это настолько именитая организация Которая может потягаться И в плане зарплаты, и в плане всего остального Ну и теперь мы видим Talmos Амнезиак на столе Сейчас отдает Power Overwhelming Но у него очень сильный борт У него два дракона Один, правда, из них Всего лишь с единицей атаки Но этот дракон с единицей атаки Великолепно меняется с поладинами рекрута Да, и что вот, кстати, странно Я думал, что Штан будет тратить все-таки заряд Трусильвера Несмотря на то, что это дракон 1.4 Но не давая возможности забирать свой стол Но все-таки Штан сохраняет заряд И смотри, как играет этот суперстранный чернокнижник Сейчас можно еще подхилить Либо себя, либо свое существо И пойти в лицо Либо главарь банды бесов Думаю, это Амнезиак И да, это все-таки главарь Слушай, такая странная колода Но она работает Да, она работает Она вчера выиграла у Нейреи в первой же игре С первой попытки И вот еще один Мурлок Неплохо Но нету Экворити Вот что обидно сейчас Таштана Потому что Экворити и Пира В принципе, неплохо бы заходили Полностью зачищали стол И по Ненесен Канхэпен Тут есть интересная фишечка Можно дать Пираманта Собственно Освещение Дать проказ на 3 Турсильвером добить драконов Да, так можно было бы играть Главарь очень неудобный Главарь банды бесов Это очень затратно Лучше дождаться Попытаться равенства Ты прав Ну, оно и заставляет сейчас Принимать своим Вестникам Рока урон Отдавать Амнезиака Лишних 7 единиц Есть ли Саунс Амнезиака Саунса нету Кстати, а тут-то дэмэджа Ого-го Ожог Всадник И Адское Пламя Но этого для Летало Недостаточно Да, это пока что не хватает Только десятка в руках Что может придумать здесь Амнезиак В принципе, шеду болтами Можно попытаться раскидать 17 дэмэджа мог бы внести Вот не хватает сейчас этого ПО Вот было бы в руках ПО Вольф Райдера под ПО И Манипулятор Это бы выглядело круто Кстати, всадник Это бы выглядело странно В первую очередь Не, ну подожди Кто знает Может быть Амнезиак у нас Смотрит в будущее И прекрасно знает Что будет играть дальше И возможно После квалификации Мы увидим Заполонивший ладер Подобные чернокнижники Или на турнире В финальной части Только таких чернокнижников Я вижу твои испуганные глаза Боже, пожалуйста, нет Умоляю Смотри, хирит сейчас лицо Амнезиак И 11 хп У штана удачи Все не так уж и хорошо Но есть Консекрейшн Да, можно реализовывать Акалит пира Консекраха И пытаться дожигать Оставшийся стол Монетка Консекрейшн Просто всегда представляю себе Такого пира Который Выкладывает руку к голове И такой Отдает честь Стол чист Ну, дей-дей-дей Стол чист Две карты Через Акалита Дрова И сейчас штан Переходишь Ленхэнс Пока для летала Амнезиак И вот тут вот Тот момент Который может Изменить все Либо штан Выходит с рейнджа Хилится возложением И переворачивает игру Штан просто на следующий ход Сам убьет своего оппонента С помощью Амнезиан Но и здесь Лерой И один Не хватает маны Лерой Девять Или все-таки Под ноль Да, с Вольфрайдером Летал под ноль Я рассматривала вариант С манипулятором И тогда не хватало Одной маны Чтобы докинуть ожогом С Вольфрайдером Все идеально Может быть Поэтому всадники играются Для того, чтобы Втискиваться Вот такие вот В остаток маны И доносить Недостающий дэмэдж Ну, тяжело здесь Давать предположение Почему Амнезиак Играет именно эти карты В своей колоде Но Если бы Амнезиак Сейчас не затопдэчил Лероя Он бы умирал От Anything can happen Штана Потому что там уже Два мурлока на пробав Два мурлока с рывком И у Амнезиака Оставалось 7 или 8 Единиц здоровья И смотри Вот этот странный варлок Идет 2-0 На турнире Это удивительно Друзья Я думаю Когда Игроки опубликуют И покажут Свои деклисты Вау И это Charge То есть Да ладно Запускаем воргена Да, это тот самый Ворген Да ну ты серьезно? Ворген-разведчик Подожди Ворген-разведчик Там два воргена Один ворген-разведчик Который выходит Оценивает ситуацию И второй ворген-работяга Подожди А как же ворген-гузь-гидротакса? Ворген-гузь-гидротакса И тут я представила Как его попытаются нарисовать в чате И Это жуть Но на самом деле Очень интересная колода Которую Ну в один момент Показали на турнире Она неплохо отыграла А вот кто же ее привез тогда? Крейн Крейн, да Очень специфический игрок Который показал себя на этой колоде круто Но по-моему И еще кто-то на том турнире Играл на этой колоде Но уже не так успешно Крейн прям виртуоз этой колоды был Крейн тогда отыграл Ну нереально круто Прям Мы восхищались его плейами Там вот этих два патрона Постоянных на старе Причем он никогда Это кстати у него был сплав Не Исключительно вот этого ОТК вара Комбо вара через воргена А это был сплав Вот ворген и патрон вара При этом мы с тобой каждый раз поражались Как жестоко он жертвует своими патронами Он иногда по одному патрону просто ставил на стол То есть он играл очень грамотно И на самом деле Если я сейчас вспомню какой-то турнир Я даже вам посоветую пересмотреть Игр Крейна Потому что ну там было очень круто Это по-моему то ли ПГЛ был какой-то Вот я не помню И я не помню Это был точно турнир с открытыми квалификациями Со швейцаркой Это либо ПГЛ Либо какой-то Ну с Дримхаки мы давно по-моему не комментировали Это похоже был ПГЛ Один из ПГЛов последних Ну что Тут увидим ли мы в колоде Амнезиака патронов Или это совсем чистый ворген Которым в свое время обожал играть у нас на Ирея Кстати мы вчера вспоминали эту колоду Мы эту вчера колоду вспоминали Не зря Потому что комментировали игры Жени И тут опять посмотри У Штана есть и Мурлок на пробав И Мурлок с рывком Который дает возможность разменяться с Харрисоном Тут идет оружие в ответку Слушай обмен Харрисонами Да И что стоит отметить В принципе у Штана сейчас Рука Очень Мелкая То есть ему нужен добор И вот заходит Лайон Ханс Но Лайон Ханс это только восьмой ход И все что он сможет сыграть На седьмой пока что Это Тру Сильвер И не более того Хил бесполезный Квалить и бесполезный Броул в колоде Амнезиака Манипулятор Манипулятор Да под воргеной Я все таки думаю Учитывая манипулятора Учитывая Броул Что это чистая такая Хомбо колода Я не думаю что мы увидим здесь патронов Но уж слишком Хотя один патрон В принципе может присутствовать Ну как-то жадновато Играть патрона И на него потом жертвовать Все эти раскрутки Может быть это вообще Комбинированная колода Построенная Скажем в связке С новыми картами Потому что этот кровый гной Тоже может играться В принципе Правда Очень интересно Какая колода сейчас Прям радует меня этот парень Вот Такой Очень Спорный молодой человек Если не сказать больше Один из самых молодых Профессиональных игроков Один из самых успешных Молодых профессиональных игроков Победитель Американского Зимнего чемпионата И Вспомнить чемпионат Он был настолько уверен В своих силах Мы с тобой еще говорили Вот Может быть из-за столь юного возраста Он там где-то засомневается Даст слабину А он просто приехал И развалил всех Гораздо более взрослых Гораздо более опытных Гораздо более уверенных в себе Ну то есть Мне кажется Что это великолепное Приобретение Тимархон Которое Еще не раз принесет им Скажем так Бонусы для команды Да Но здесь вероятнее всего Император появится на столе Потому что уже есть воргин Уже есть манипулятор Есть чардж Все что нужно На самом-то деле Уже в руках Только Райбыча не хватает Того самого Убийственного заклинания Подворгена Тут определенно У нас штан еще и может Забрать этого Таури Сана Есть трусили Есть паладин Рекшут на столе Вот кстати В плане того Что Тимархон Взяли Амнезиака Что интересно Они взяли его До начала Американского Зимнего чемпионата То есть вот Насколько круто Тимархон Сумели Угадать И прочитать То есть игроков Ведь было много И я бы не сказал Что Амнезиак Подходил прям К этому турниру Нереальным фаворитом То есть он был Одним из восьми Участников И Тимархон Выбрали именно победителя Хорошая работа А помнишь Его дебют В роли профессионального Игрока На Red Bull Team Бравл Где он Скажем так Скрылся в тени Своих более именитых Тиммейтов И не смог Показать себя Как-то невероятно Круто Он не показал На самом деле Там вообще ничего Опять же Обычный Обычный игрок Вспомни специфику Red Bull Team Бравл Мы тогда До семи утра С радостью Комментировали Этот турнир С Твориной И там было Очень сложно Себя показать Ну и давай Ближе к игре Здесь запускается Борген Ну что друзья Это 32 Со стола И отлетал Неплохо сыграно Вторая победа Для Амнезиака И 2-0 Штан ну хоть удивись Нет Нет Штан не удивляется И Амнезиак Побеждает И В еще одной игре Что интересно В колоде Амнезиака Две потасовки То есть Это определенно Не патрон Ворген Вар Это чистый Ворген Вар Вообще удивительные Колоды привез Этот американский Игрок И насколько же Они потрясающе Круто играют Правда молодчина Вот вам и ответ На самом то деле Нужно не бояться Экспериментировать Нужно быть уверенным В своих колодах Даже если все вокруг Говорят что это Вообще что это Он может вообще Стандартные колоды привез Как мы с тобой В начале когда увидели Эту колоду Мы долго с тобой Были в шоке Но вот такие вот Смелые решения При наличии рук При наличии Грамотного теста Продумывания Оказывается Сейчас Удобно Экспериментировать Сейчас твои Эксперименты Приносят тебе Победу Что показывает Амнезиак Он один из немногих Кто решился на эксперименты На этом турнире Второй это Который Который также взял Не совсем стандартный Лайнап Вспомнить еще Две колоды Амнезиака Ну правда Это удивительно Друзья Это ОТК Прист С веленом Майндбластами И маг Который в бане Это не просто Фриз Это Рено Фриз Малегас Маг Это Больше Экспериментов Это просто Нереальные Нереальные Колоды От Амнезиака И он на самом деле Радует пока что С удовольствием Хотел бы посмотреть На его колоды И дальше Потому что Они играют Они очень круто Абсолютно верно Здесь было уточнение Что по сути Амнезиака Взяли они К себе Еще Перед Американским Зимним чемпионатом Гораздо раньше Потому что Он Показывал Хорошие результаты Еще и до этого То есть В принципе Его оценили Как хорошего Представителя Грамотного Игрока И взяли Еще до Вот этой Самой громкой Его победы По факту Ну и Голосовалочка Я озвучу Чуть попозже Потому что Все-таки Пара играет Очень интересная Это Пира И Power World Shield Нужно Перебирать Здесь Колоду Потому что Против Такого Оппонента Нужно Первое Играть Агрессивно Второе Максимально Искать Карты Повезло Здесь Что-то Есть Слово Тему Смерть Можно Убрать Великана ШВД Хорошо Заходит Также Найдет Своё Применение А если Прямо Сразу Поставить Клирика И после ШВД Еще дать Сох И Дровнуть Карты Пойдет На это Сейчас Амнезиак Или нет То есть С одной Оно того стоит Надо брать Карты Вот В чем Слабость Преста Если Прест Остается Без Карты Не реализовывать Своего Клирика На одну И более Карту То Вот этого ОТК Преста Нет шансов Ты Медленным Темпом Добора Карт Ты не Вытянешь Вот это АОЕ Здесь Рено Чернокнижника Нужно ОТК Шить В один Ход Причем Вообще Пошел Дроваться Амнезиак Похоже Что это Будет Цох Затем ШВД И еще Один Цох То есть Максимум Карт Чем больше Ты берешь Карт Тем больше Шансов У тебя Выиграть Против Подобного Чернокнижника Тебе не нужны Круги На зачистку Стола Потому что Это все-таки Не зоолог Это более Медленная Редакция Соответственно Цохи Не имеют Такого Супер Какого-то Нереального Значения Здесь Играет роль Количество Карт Максимальное Количество Карт Которые Ты набираешь И на Как можно Большее Количество Карт Ты должен Сыграть Таурисан Чтобы Твоя Комбинация Сложилась Как же Много Он взял Карт Конечно Остается Раненый Клирик 1-1 Этот Плеер Мазиака Может Выиграть Ему Игру Но Он Сейчас Сравнивается По картам С Варлоком Который Тапается Очень Грамотная Игра Представителя Америки Ну и у Штана Пока что Проблемы Понятно Что Мы не будем Скрывать Что мы Болеем За Штана Но Друзья 0-2 И Тяжко Тяжко Ему Придется А за кого Кстати Проголосовала Наша Аудитория Думаю Что Я уже Озвучу Потому что Пара Действительно Очень Интересная И сжигает Круговерть Пустоты И сожжет Еще одну Карту Штану Какой же Амнезиак Хитрец Вот Амнезиак Действительно Очень Меня Впечатлил За последних Несколько Дней Этот парень Меня впечатлил Даже больше Чем на Американском Зимнем Чемпионате Нужно Что-то Выкидывать Вопрос Что Служителя Более Опасненько Тебя Также Могут Передровать Эмбрейз Шадо Выкидывает Красивая Анимация И Минус Аргус Обидно Монетка И За 4 Мана Играется У нас Стрела 78% Наших Зрителей Проголосовало За Штана Удачи Только 22 За Амнезиака Не впечатлил Даже Своими Колодами Но С другой С другой стороны Играет СНГ Игрок Да Что Логично Люди Голосуют За Своих Ну и тут Харрисон Джонс Я думаю Что уже На следующем Может выходить Таурисан Есть Верин Пока что Не хватает Майндбласта Вот под Верина Ждет их Ждет их Амнезиак Нужно еще Попытаться Передровать И Хилбот Ах Кстати Хилбот Это Можно В принципе Антон Бить Это Конечно Медленно И Не факт Чернокнижника Но С другой стороны Ты Цохи Отдавал В один ход Ты этого Не сделаешь Так что Тут Любопытно Как будет Играть Это Факт Судя по всему Амнезиак Сейчас считает Количество Дэмэджа И Стоит ли Играть Таурисана И Все Таки Да Похоже Что будет Играть Таурисана 20 единиц Урона Он может Вносить Через Велина Эмбрейс И Два Флэш Хила Но В руках Есть Один Флэш Один Хули Смайт Сейчас Обязательно Хочу Посмотреть Стату Штана Я думаю Что Рено Да Придется Штану Играть Рено На Плюс 15 ХП Ну Что Теперь По Урону Урона Явно Недостаточно Не рановато Лям Амнезиак Пошел Вот В этот Небольшой Улын Ну Как бы Тяжело Назвать Улын Но В том Плане Что Можно Было Под Таурисаном Подождать Поболее Карт Ну да Немножко Потерпеть И чуть больше Подроваться Можно сейчас Расчищать Стол Но Что дальше Золотое Погребение Интересное Посмотри Трясется Да Да Забавно Выглядит Эта карта Удар Парено И Зло И потом Попытаться Реализовать Тех же Служителей Боли Ну Опять же Тебя Могут Передровать А для комбо Колоды Это неприятно Сгорит Какой-нибудь Флэш Хилл Сгорит Мейн Бласт Опять же Штан Сделал Ход Конем Разыграв 4-6 Разыграв Рено Но проблема В том Что теперь У него С подхила Только Служители Земли Он отдал Продавца Закусок Он отдал Рено И как результат Амнезиак Сейчас знает Что там есть И в принципе Что это Практически Весь хил Который Есть в колоде Я оставляю Возможность Что там Есть еще Джераксус Например Но А тут Заход на комбо Уже от Штана Есть у него Лерой Но пока что Нету ПО Но он пугает Это блеф И манипулятор Такой элемент Блефа Один Майнд Бласт Появляется Но это Опять же Недостаточно Пока что Подверено Можно нанести Из флэш Хила Десятку Ты потратишь 7 маны Майнд Бласт Нанесет еще Десятку Это 9 маны И добавить Ахулю Смай Это 24 25 26 Акалитов Не хватает Пока что Чуть-чуть урона Но На следующий ход Если Акалиты выживут Это будет летал Но надо-надо Топить по лицу И следующий ходом Уже добивать Вот Единственный нюанс Надеюсь Амнизиак Сейчас не станет Тратить Дополнительный дэмэдж Конечно Просто Подхил идет Себя Он очень четко посчитал Сейчас все Абсолютно правильно Потому что Хоули Смай 4 Плюс 20 В руках И 2 На столе Аптекарь Но Даже не знаю Выглядит плохо Еще один Майнбласт Но Теперь Это 20 Но у тебя Получить количество Дэмэджа Не хватает Урона Не хватает Маны Точнее Ну Опять же Тебе страшно Рашить Потому что Ты играешь Против комбо Дэмэджа Дэмэджа Не хватает Тэмэджа Какая же Какая же Аптекарь Проигрывает Остается Последняя колода Это Рога И Который В принципе Научился Справляться С собственными Эмоциями Ну Знаешь Тут Вроде бы С одной стороны Я понимаю О чем речь С другой стороны Посмотри Сидят два Полярных игрока Амнезиак Один из самых молодых Но я бы не сказала Что ему Эмоции мешают Играть Ну Безусловно Есть разные Молодые ребята Хотя он Исключение Амнезиак В основном Это исключение Среди молодых игроков Да Вот Вспомнить К примеру Того же Павла Которого Которого Мы увидим Вот Хотя Они примерно Ровесники Но Павел Намного Более импульсивный Нежели Амнезиак Опять же Амнезиак Успел потренироваться С многими Профессиональными Коллегами Ой Какая беда И консил Уже на руках Это Что делает Амнезиак Ровно летал На следующий ход Мог бы быть Если сейчас Продавец закусок Это единственное Что спасает Штана Как-то мы с тобой Пока заговорили Штан почти закончился Жесть Что за рука Амнезиака Это разбойница В нынешней мете Все Ну и что Еще один Коу Блад Да ладно Боже мой Штан Улетает Со счетом 0-4 Нереальный Заход От Амнезиака Потрясающая игра Ну браво Амнезиак Под 0 Великолепный Топдек Ну тут Откровенно говоря С такими Топдеками Повезло Но стоит Отдать должное Амнезиаку Что он смог Реализовать руку Которая у него была И это приносит Ему победу Вот что нужно Точно сказать Несмотря На то Что мы Мы болели за Штана Безусловно Штан игрок из СНГ И зрители болели И мы болели Но вообще Нельзя сказать Что Амнезиак Локерок Что он выиграл На каком-то везении Нет То есть Амнезиак потрясающе Отыграл 4 игры Нет Только вот С Разбойницей У него конечно Было все действительно Неплохо На присте Он показал Шикарную игру С просчетами С грамотной реализацией Штан от него Кстати не отставал На чернокнижнике Ну такое бывает Штан у нас падает В сетку лузеров Он пока не покидает Турнир А продолжает сражаться А вот у нас уже есть Первая пара Которая будет бороться За выход из группы Да друзья Ну и Мы будем уходить На небольшую паузу Вернемся к вам уже Со следующей игрой Далеко не уходите